В каких условиях и что именно едят казахстанские школьники решили выяснить. Нурутановцы по всей стране стартовал проект модернизации школьных столовых. Об этом пишет газета Литер. Комиссию интересует чистота в школьных столовых и кухнях, исправность оборудования, питательность обедов и соответствие меню и продуктов всем правилам и нормам. Оказалось, что в ряде козлардинских школ нет ежедневных меню. Детям не дают фруктов, а складские помещения не оборудованы для хранения продуктов. Кукшетов проверяющие отметили низкий уровень материально-технического оснащения столовых. Внимание, цитата. Из проверенных 196 объектов образования в 89% имеются нарушения. В основном это отсутствие производственного контроля и квалифицированных работников в столовой. Вопрос был рассмотрен на постоянной комиссии областного маслехата. Назрела необходимость обучать специалистов-поваров. И вместе с отделом образования этот вопрос был решен. Партийцы отмечают, что хотели бы видеть в бракеражных комиссиях при школах побольше людей, которые не работают в данной школе и не подчиняются директору. Это могут быть сами родители, общественные деятели и даже журналисты. А в Североказахстанской области власти призывают предпринимателей взяться за обустройство диких пляжей. Об этом пишет газета «Петропавловск Ньюз». Регион славится лечебными озерами, но приезжающих отдохнуть на побережье туристов встречают необустроенные пляжи без элементарных условий, в том числе питьевой воды. Власти региона готовы найти безвозмездный министерский грант до 100 миллионов тенге. На эти деньги предпринимателям предлагается поставить разборные навесы, обустроить туалеты и стоянки для машин. Цитата. Мы в свою очередь протянем туда воду и электричество, а бизнесмены создадут место для отдыха и занятий спортом, где будет чисто и безопасно. Надо начать с таких очень простых вещей, чтобы прививать людям культуру, поведение на отдыхе. Например, в Мамлюцком районе есть уникальное озеро Минкесер, но там нет условий. А вот экологи Восточно-Казахстанской области обеспокоены состоянием самих водоемов, сообщает издание «Рудный Алтай». По данным, за последние осенние месяцы в регионе нет нормативно чистых рек, считают специалисты КАЗ «Гидромета», исследующие экологическое состояние водоемов. Основными причинами загрязнения малых рек в местном департаменте экологии называют отвалы горных пород, отходы, обогащение полезных ископаемых, дренажные воды которых попадают в водоемы. Превышение ионов цинка в реке Брекса носит постоянный характер, ведь на ее состав влияет ручей Мартынов-Ключ, который в свою очередь загрязнен дренажными водами Шубинского породного отвала. По поводу загрязнения Кросноярки и Ульбы мы направляли письма в областное управление природных ресурсов и Комитет водных ресурсов РК, где указывали о необходимости разработки мероприятий на перехват и нейтрализацию стоков. Нужна господдержка для очистки стоков, пока в регионе нет государственной программы по охране и предупреждению загрязнения водоемов, отмечает издание. У меня пока на этом все. До встречи в следующем выпуске. Арстан. Спасибо. С обзором региональной прессы нас ознакомила Ботогос Базарбаева.